Здравствуйте. О чем сегодня будем говорить? Сегодня мы продолжим разговор, который начали в прошлый раз. Просто у нас возник спор о том, что эффективно ли ООН, и что такое вообще разговор про, скажем, сами механизмы преодоления, ну, скажем так, механизмы ограничения суверенизации государства, которое может делать что угодно, потому что концепцию суверенности, ну, скажем так, описанную в XVI веке Жаном Баденом, вот эта вот концепция суверенности, она, скажем, формулировалась в следующем... Она, во-первых, была создана для того, чтобы объяснить, что государства, они в какой-то степени независимы от власти Папы Римского, влияние которого было в то время очень сильное, и национальным государствам по зарез необходимо было как-то объяснить, что они все-таки не под влиянием Папы Римского, а как-то самостоятельно. Ну, вот Жан Баден придумал эту... Ну, как придумал? Сформулировал эту концепцию, которая, ну, по сути, значит, по сути своей показывала, что есть некий суверен во главе государства, что Жан Баден практически описывал монархию, суверен во главе государства, который может принимать решение. И он там сделал описание, что это решение касается подданных, эти решения касаются международных отношений и тому подобное. И суверен независим ни от кого. И это исходит из того, что суверен есть суверен. Все, точка. Вот. И эта концепция стала очень популярной. Национальные государства утвердились в этой концепции. Потом была развита другая концепция, которая нам очень известна и на которую опирается демократия. Это концепция суверенности, так называемой народной суверенности. А в последующем это развилось концепцию национальной суверенности. Но это чуть попозже. Так вот, что касается народной суверенности, это значит, что все-таки источником власти является не сам суверен, который вот есть и есть, да, значит, и от него исходит все. А источником власти является народ. Вот. И народ через какие-то конструкции может, через какие-то договоренности может как раз выбирать себе суверену. Вот. И дальше уже наделять его этими полномочиями, этими возможностями, которые он бы мог проявлять. Вот. Ну и в конечном итоге это привело к созданию концепции национальной суверенности, когда некая национальность, но это уже развитие, как бы, потому что все-таки две эти предыдущие, они как бы описывали все-таки то, что уже сложилось как-то, а народная суверенность, вот она выразилась там, например, в формирование демократии. Вот. А национальная суверенность – это значит, что есть некая нация, которая самым фактом своего существования может создать государство. Это национальная независимость, это национальное государство. Вот. И, собственно говоря, именно вот это национальное государство может предоставлять какому-то человеку власть. Вот. И он суверенно может этой самой властью распоряжаться. Но в результате мы самые известные знаем это, что в конечном итоге вот эта битва национальных государств привела к Первой мировой войне. Вот. А битва вообще концепций национальных, она, битва вот идей вот этой вот национальной суверенности, она привела к Второй мировой войне. Вот. И в конечном итоге ООН, уже устав ООН формирует систему, скажем так, ограничения суверенности. Если в Лига Наций в 1920 году формирует концепцию о том, что, да, надо защищать очень активно суверенность, и, ну, скажем так, никто не имеет права вмешиваться. Вот. И там вот только в 16-й статье устава Лиги Наций есть некое упоминание, что другие государства могут, защищая себя или, скажем так, защищая Лигу Наций, устав Лиги Наций, они могут применить насилие, могут, но только в рамках вот собственных властей. То уже в уставе ООН в 45-м году формируется другая позиция о том, что вообще как бы при всей очень важности суверенности государства все-таки организация военных наций может использовать вооруженные силы, значит, в рамках миротворческих операций может использовать, это статья 41-42, ну, в большей степени, безусловно, это статья 42-я устава ООН, что может использовать насилие для блокировки и для демонстрации силы, чтобы заставить, ну, проще говоря, вторгнуться в суверенность других стран, чтобы заставить их соблюдать устав ООН, вот, и заставить вот такие и такие миротворческие действия совершать. Ну, в результате, значит, на сегодняшний день нам известно как минимум 71 операция, миротворческая операция ООН, вот, ну, если считать и Корейскую войну, то 72 операции ООН миротворческие, которые, значит, выглядят как военные действия, которые вот с помощью других государств принуждают к тому, чтобы с помощью военно-вооружимых сил других стран, принуждают другие страны ограничивать собственную суверенность, вот, ну, и в конечном итоге в современной концепции предложено три алимента, ну, три, значит, как бы причины, по которым может быть ограничена суверенность. Это, прежде всего, некие наднациональные органы, то есть эти национальные органы, исходя из неких экономических или политических потребностей, ну, типа Совета Европы, например, или Европейского Союза, вот какие-то экономические потребности они могут предъявлять и люди, и страны ради сохранения себя в этом наднациональном органе, тот же самый ООН, тот же самый Совет Европы, вот, ради сохранения себя в этом органе они готовы ограничивать сами себя, вот. Это первая причина. Второе – это, безусловно, концепция прав человека, которая, собственно, Габриал осознанна после Второй мировой войны, о том, что ради защиты, вот, этих ценностей, защиты концепции прав человека, государства, наверное, должны взять на себя некие обязательства. Ну, и третий элемент – его приходится учитывать, никуда от него не деться. Государства берут на себя обычно эту транс. Но это элемент, который очень давно, очень давно работал на ограничение суверенности государства. Это традиции государства. То есть государство вынуждено свою суверенность ограничивать, учитывая традиции. Но это уже, как говорили, это многовековая конструкция, она существовала намного раньше, и государство вынуждено сами были себя ограничивать. Если с традициями куда не шло, Ну, значит, здесь суверенность свою ограничивали, чем многие государства и до сих пор ограничивают, то есть учитывают, что вот надо всегда, ну, скажем, государство, суверен, имеет право распоряжаться как угодно собственными гражданами и тому подобное, ну, учитывая религию, учитывая местные обычаи и тому подобное. То, что касается концепции наднациональных органов и концепции прав человека, то это такая вот вещь, которая сейчас очень серьезно дискутируется. Государства не очень готовы сами себя ограничить в этом, идет серьезный спор и тому подобное. Ну, и что мы сейчас видим? Мы сейчас видим, что многие государства, вот этот вот процесс самоограничения, процесс активной сохранения собственной суверенности и защиты собственной суверенности, чтобы ценности наднациональных структур и прав человека не учитывались. Вот, это, безусловно, этот процесс идет и продолжается, то есть идет такой спор очень серьезный, он практический спор о том, что, значит, где суверенность продвигается, где не продвигается, где ограничивается, где не ограничивается. И это практически спор выражается в многих элементах. Ну, и сейчас, вот, например, в этом споре опять возвращаются к концепции, значит, возможности опеки над государствами, которые, ну, никак не, ну, которые, вот, ну, там есть две, два очень важных элемента, это деградируют, либо, то есть, ну, не способны распоряжаться собственной суверенностью. И, значит, как-то не доросли еще до собственной суверенности. И тогда над ними можно врубать опеку. Это было создано все-таки после Второй мировой войны, вот эта концепция опеки. Она практически уже к 94-му году была ликвидирована, вот, но очень многие говорят о том, что ее надо вводить опять. То есть, опять начинать надо вводить вот эту самую, скажем так, кто-то более развитый опекает менее развитых, потому что они не готовы распоряжаться в угоду всему человечеству, ну, скажем так, соблюдать некие договоренности. Значит, надо вводить опеку. Ну, я думаю, что эта концепция не разовьется, потому что никто не захочет иметь такую опеку, вот, и страны будут сопротивляться, потому что понимают, как только установят над кем-нибудь опеку, то это тут же может расплеснуться на других, и исчезнет главная опора суверенности, современной концепции суверенности, это суверенное равенство стран. То есть, государства суверенны, но они равны, и это очень важный элемент. Вот такая вот современная ситуация с, значит, видением, ну, я понимаю, что нынешний конфликт России с Украиной, это все-таки вопрос о том, что Россия, скажем, заявила о том, что вот Украина не суверенна, что вот она, что там нет равенства суверенности, что там есть подчиненность кому-то другому, вот, и в связи с этим надо что-то решать. Но через преодоление этой суверенности, то есть практически начала вводить концепцию опеки, вот, но я так думаю, что ответом может оказаться именно стремление как раз создать опеку в отношении России или еще кого-то. То есть развиваться эта концепция как бы будет дальше, потому что ценность и суверенности, ценность и важность на национальных договоренностях, ценность и важность концепции прав человека, ценность и важность традиции, эти ценности всегда будут вести некую борьбу, чтобы между собой. То есть и суверенность, и все остальные концепции, которые уже сейчас выработаны в современном. Вот, извините за какую-то сложность изложения, может быть. Все равно продолжают у меня оставаться вопросы, например, о роли ООН в сохранении суверенности государств. Не вижу я сейчас работающих инструментов, которые могли бы эту суверенность защитить. Да, вот мы видим пример конфликта. Мы видим нападки на суверенность страны. Нарушение суверенности. Нарушение суверенности, да. А ООН же ведь не сделала ничего. Или поправьте меня, что-то сделала. Она выразила озабоченность, как это не сделала, ты чего? Ну да, там такая трехступенчатая конструкция в ООН, в уставе ООН заложена. Трехступенчатая концепция выглядит следующим образом. Сначала идут рекомендации, потом идет система различных расследований, выяснений и тому подобное, которая сопровождается прерыванием экономических, информационных, любых коммуникационных отношений. Мы сейчас как бы находимся на второй ступени. А третья ступень – это вот как раз то, что я говорил, система демонстрации и блокирования. То есть пока ООН не вступила в третью систему, потому что эти системы запускались раньше, но они запускались в отношении стран с очень слабо развитой экономикой, слабо развитой политической системой. И тогда это срабатывало, тогда супердержавы как бы договаривались между собой, и как-то эта система работала, и миротворческие войска вводились. Пока мы находимся на второй ступени, но ООН неоднократно это делала, неоднократно проходила все три ступени. Вот. Сейчас это в области вот второй ступени. Когда стороны согласятся, миротворческие войска однозначно начнут применяться. Все очень надеются, что до этой третьей ступени не дойдет, что как бы супердержава потому и супердержава, и потому они суверенно ответственны, что они могут принять ответственное решение и самоограничить себя. Все очень ожидают самоограничения себя. Вот. Ну, увы, значит, пока самоограничения не происходят, люди гибнут и тому подобное. В конце 30-х тоже весь мир ожидал от одного человека самоограничения себя, но так и не дождался. Жалко, что мир не учится примерно ничему. Там не было мандата Лиги наций, который позволял совершить некий третий шаг. Там он был прописан в этой 16-й статье, но очень слабый. Там, мол, другие государства могут это совершить. Нет, только мандат ООН, только миротворческие силы и тому подобное. Такая конструкция там не работала. Еще повторяю, 71 раз, даже больше уже сейчас, чем 71 раз, уже применялась эта трехступенчатая конструкция. Еще повторяю, в этом отношении нельзя торопиться, особенно когда разговор идет о очень экономически развитых странах и странах, обладающих очень мощной военной мощью. Потому что здесь надо быть очень осторожными, и это все понимают. К сожалению, у будущего нету возможной конструкции. Ее приходится изобретать на ходу. И все эти механизмы ООН, это все очень сложные механизмы. Все очень ждут, что мы все-таки выйдем как-то цивилизованно из нынешнего кризиса. Это очень важно. Из совершенно варварского конфликта, мне кажется, выйти нельзя. К сожалению, да. В ситуации совершенно не цивилизованного действия. Из самого варварского конфликта надо выходить цивилизованным образом. Ну и про не стоит торопиться тоже хочется заметить, что 103 дня войны уже прошло. И как бы про торопиться уже речи не идет. Да, у меня еще вопрос один маленький, и все, и закончим. Ну вот Лига наций в какой-то момент показала, собственно, несостоятельность. И насколько я поняла, после этого появился ООН. ООН сейчас тоже, как мне кажется, показывает свою несостоятельность как раз вот в силу своей нерасторопности, что ли. Есть ли ощущение у вас, что после завершения этого конфликта, этой войны появится что-то другое? Нет, ситуация в том, что Лигу наций критикуют довольно давно. И уже много лет говорят о том, что там кризис, там проблемы, там сложности, там, значит, ее надо реформировать. Это длится уже в течение где-то последних 50-60 лет. То есть как только создали, сразу начали критиковать и говорить о том, что ООН, про ООН, да, не Лигу наций. Я говорю про ООН, я говорю про ООН. Уже лет 50 ее со всех сил критикуют и говорят, что нужна более эффективно. Я так думаю, что все-таки, скажем так, конструкция, ведь основа, как бы реальный кризис Лиги наций, он ведь заключается в чем? Он заключается в том, что из нее просто посыпались страны, они просто стали уходить из нее. И это было фактом практически ликвидации Лиги наций. ООН продолжает сохранять позицию, и все, даже самые конфликтующие страны, продолжают оставаться в ней, в тех или иных вариантах. Так что я все-таки думаю, что эта конструкция еще себя покажет и будет работать дальше. Мы будем с нетерпением ждать, когда она уже себя покажет и начнет работать. Спасибо. Это был Игорь Сажин и рубрика «Исторические РСВРТ». До свидания, Игорь. До завтра. Спасибо. До свидания. До свидания.